Всем привет! Это седьмой выпуск Бунктера Рептилоидов Силиконовой Долины, где мы рассказываем всякие полезные советы и истории из мира стартапов и инвестиций из центра Силиконовой Долины. Зрители попросили меня перевести одну из моих старых статей на русский язык. Статья достаточно важная, и она описывает рекрутинг в стартапах самой ранней стадии. И одни из самых катастрофических ошибок, которые стартапы делают на этой ранней стадии. Поскольку содержание достаточно интернациональное, это ошибки делают совершенно одинаково как американские, так и русскоязычные стартапы. Идея мне понравилась, и мы сегодня обсудим эту статью. Вы можете почитать ее оригинал. Она называется Early Stage Startup Recruiting на Huffington Post. Но с тех пор, как я ее написал, прошло уже много лет, и это хороший повод снова посмотреть на эти вопросы свежим взглядом и объяснить, что, собственно говоря, происходит в стартапах на ранней стадии. Вот, поэтому начнем. Итак, значит, главная проблема, которая возникает перед стартапом, который только-только получил первое посевное финансирование, это то, что, грубо говоря, первые три шага, которые делает стартап, они, откровенно говоря, очень просты. Их может сделать кто угодно. И в этом, как бы, в этом и есть некоторая суть системы, которая вот сформировалась, ну, где-то последние, скажем так, 10-15 лет. Вот. А именно, что происходит? Что вот мы решили с абсолютного нуля, с голого начала сделать наш стартап. И какие мы делаем шаги? Значит, первое – это, так сказать, ну, допустим, как бы стандартное начало, что это команда, вот один технический фаундер, другой более бизнес-фаундер, и они вместе начинают что-то делать. Вот. Значит, первое, что они делают? Ну, да, давайте придумаем концепцию и напишем какой-то код. Окей, сели, купили ящик Red Bull или Coke Zero, посидели в подвале две недели, написали прототип. Нормально. Теперь мы… Шаг второй. Теперь мы с этим прототипом пошли в какой-нибудь Y-комбинатор, акселератор и так далее и тому подобное. Вот. Сейчас их уже как собак нерезанных, и, как бы, в любом акселераторе вы получаете какой-нибудь стартовый чек. Там, в зависимости от уровня акселератора, от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч. Окей, значит, первые, грубо говоря, там первые шесть месяцев, а то и год жизни стартапа уже обеспечены. Надо пройти акселератор, надо дальше продолжать то, что мы накодировали. Опять, все идет очень, так сказать, ну, откровенно говоря, легко. Вот. Значит, мы выходим из акселератора, если год хороший, если год жирный. А сейчас, откровенно говоря, для хай-тека сейчас плохих лет не бывает. То есть, последний краш у нас был, это какой, 2016 год. Вот. То есть, с тех пор это было просто зелено-зеленое. Вот. Если у вас есть технический фаундер и продукт, то просто вас начинают, как бы, закидывать посевными деньгами. Вот. И вот, значит, в некотором роде это уже прошло сколько? Шесть месяцев, может быть, прошел год. Каждый шаг, который делал этот стартап до сих пор, шаг был абсолютно простой. Он был абсолютно простенький. Вопрос, надо было, грубо говоря, там, закрасить чекбокс в неком списке. И все дальше происходило практически автоматом. Вот. И фаундеры в этот момент, наверное, они так крайне приятно удивлены. Блин, вот все говорят, стартапы так тяжело, так трудно. А тут все просто как на мази. Мы как на санках едем, едем, и никаких проблем. Вот. И если, как бы, это тема отдельного разговора, вот, есть намного более глубокая статья на тему, почему это именно происходит так. Вот. Ее написал Forbes, очень интересный товарищ Вин Катэшрау. И это статья из трех частей, которая называется Entrepreneurs as a New Labour. Вот. Если вы читаете английский, вы ее можете почитать, если в это углубиться. Но, так сказать, одна из таких полушутливых summary, как бы, этой статьи, которая мне крайне нравится, что один из друзей Вин Катэша, который сам себя назвал, что это, так сказать, боевой техветеран, он очень метко сформулировал, что, так сказать, все инкубаторы, а просто облачный ресурс для инвесторов, в котором они нанимают взаимозаменяемых хастлеров, которые ценятся в основном за свою, как бы, молодежную энергию, а не за то, что у них есть какие-то скиллы или какое-то понимание маркета. Вот. То есть, что, как бы, лишний раз напоминает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если все, что вы делаете, это настолько легко и настолько все идет на мази, то, наверное, как бы, наверное, вы не делаете ничего сложного. Вы не делаете ничего, что вас дифференцирует, а вы просто являетесь одной из, как бы, клеточек чужой бизнес-модели. Разумеется, в данном случае это как раз именно бизнес-модель, как бы, инкубаторов, которые печатают такие взаимозаменяемые стартапы, и инвесторов ранней стадии, которые просто распределяют по ним деньги. Так, где же начнется дифференциация? То есть, где вы просто вот из этого розового, розовой линейки школьников, которые, как бы, мы выпускаем, там, несколько тысяч, там, может быть, да, наверное, несколько, ну, так, ближе к десяти тысячам, но, наверное, хотя бы сказать, где-то в середине, там, порядка трех-четырех-пяти тысяч каждый год, только из одной долины, а помимо этого есть еще инкубационные центры везде и в Нью-Йорке, и в Израиле, и в Европе, и так далее. То есть, это просто как выпуск школы. Вот, все школьники. И, разумеется, нет никакого ачивмента, закончить школу, точно так же, как нет никакого ачивмента, просто, так сказать, сделать какой-то стартап в инкубаторе на дешевые стотысячные чеки ранних инвесторов. Дифференциация реально начнется, когда вы начнете пытаться расти, когда вы, когда школа закончилась, и начнется, грубо говоря, реальная жизнь. И реальная жизнь для фаундеров начинается с того, что вот все, вот мы закончили инкубатор, вот мы получили первые чеки. Теперь давайте расти, теперь давайте мы наймем наши первые там 5, 10, 15, 20 людей. Вот, и здесь включаются совершенно страшные тиски, которые, ну, они могут уничтожить даже самых лучших фаундеров. То есть, если даже сильный волевой фаундер не понимает, что с ним происходит, то даже он может попасть в такую ловушку. Вот, а происходит следующее, что, ну, вот вы получили чеки, прошел первый месяц, и вы заметили, что, ну, абсолютно ничего не изменилось. То есть, вы будете, если это ваш первый стартап, вы будете поражены, как мало на самом деле решают деньги. То есть, вот, когда вы ищете все это финансирование, кажется, ну, вот, блин, деньги решают все. А как только вы их получите, вы понимаете, что нет, вот, деньги практически ничего не решают. Потому что, кто знает о вашем стартапе? Да никто не знает. Все, Demo Day закончился, прошло две недели, про вас все забыли. Люди будут продолжать обсуждать стартапы, там, на 3, на 4, на 5 левелов выше. То есть, все люди будут обсуждать, как попасть в Facebook, в Google, в Uber, в какой-нибудь более современных, в какой-нибудь Snowflake, в какой-нибудь Slack. Но никто не будет мечтать, как попасть в какой-то один из тысячи стартапов, как бы, двух молодых ребят, которые только что закончили какой-то акселератор. То есть, на джоб-маркете вас практически не видно. Серьезные профессионалы, как бы, не то, что вами не заинтересованы, они вас просто не знают. Вот. Поэтому первый месяц, все, казалось бы, вот все, деньги получены, инвестиции получены, а все на самом деле стоит на месте. И на фаундерах колоссальное давление, что вот сейчас надо все нанимать, нам надо больше девелоперов, нам надо больше маркетинга, и нам надо какой-нибудь комьюнити менеджмент, и то, и все, и там нужен какой-нибудь, а не дай бог это, hardware стартап, и там нам нужен Леозон с Китаем, и так далее. Вот. И вот все везде надо нанимать. Вот. Ну, окей, допустим, наши фаундеры, они очень умные, они очень дисциплинированные, то есть они, так сказать, они готовы, как бы, do hard things about hard things. Вот. Они засучивают рукава, они делают то, что, в общем, они должны делать, они тратят там 70-80% своего времени с этой точки на рекрутинг, то есть они не пишут код 80% времени, они не там занимаются декорацией офиса, они ездят по конференциям, а они вот просто, так сказать, тупо, монотонно интервьюируют, 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 смотрят на резюме и пытаются растить команду. Вот. Поаплодируем нашим хорошим фаундерам. Вот. Но происходит следующий эффект. Значит, во-первых, как вы сами понимаете, ну, чтобы сразу пойти в экстремальные, как бы, случаи, там, Марк Зукенберг на джоп-маркете был один раз в жизни. Илон Маск на джоп-маркете, наверное, был сколько? Два раза в жизни. Вот все. Вот это вот был один момент в истории, и после этого вы никогда в жизни интервью, вы никогда, резюме Марка Зукенберга, вы его не увидите. Вот. Соответственно, на противоположной части спектра, представьте, что у вас такой спектр, вот на одном конце спектра это Марк Зукенберг. На другом конце спектра Паша-алкоголик, которого выгнали за то, что он пьяный заснул на работе. Вот. Сколько раз база резюме будет видеть резюме Паша-алкоголика? Много раз. То есть, наверное, сотню, две сотни, тысячу раз. То есть вот резюме Паша-алкоголика из базы данных резюме практически не вылезает. Это такой survivor bias наоборот, что те, кто хороши на своей работе, они вот-вот там пришли в Facebook, пришли в Apple, пришли в Uber, и там они останутся на год, на два, на пять, на десять. Их резюме практически не появляется. Резюме всяких алкоголиков появляется постоянно, так сказать, просто как бы фоновый шум. Вот. Их много. И понятное дело, что те резюме, которые выбывают из пола, это как раз резюме, которые получше. А те резюме, которые как бы похуже или там, мягко говоря, совсем похуже, они в этом пуле резюме остаются, так сказать, на очень долго и на очень постоянно. Вот. И скорее всего, самые первые люди, которые напишут вам, это как раз будут паши-алкоголики. То есть там вот и, опять-таки, это игра цифр. И, так сказать, кто знает про ваш стартап, про который никто не знает. Значит, сколько будет таких как бы алкоголиков в потоке? Ну, первые десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, может быть, может быть, сто. Вы, может быть, не увидите ни одного качественного кандидата даже в первой сотне резюме. Это вот контруют и интимно. Но это так оно и есть. Вот. Ну, ладно. В общем, жизнь тяжелая, стартапы – вещь тяжелая. Вот. Мы проводим эти истории в 100 интервью в надежде найти как бы одного гениального, как бы одного вот нашего первого там, первого дополнительного инженера или там первого дополнительного, так сказать, первого, кто будет вести весь маркетинг и так далее. Это очень важные роли. Как говорил Степ Джобс, вся судьба стартапа определяется первыми десятью людьми, которые вы найдете. Ну, потому что все эти первые десять людей будут как точки своих пирамид, верхние точки своих пирамид. Вот все, что будет под ними, это будет полностью определено как бы персоналити и качеством работы этих людей. Вот. И вот, значит, вы сделали уже практически невозможное. Вы проинтервировали 50-100 людей. Вы из них выбрали одного такого вот strong maybe. Вот. И все. И вот хочется вытереть путь с лба и вот сказать, ну вот все, блин, классно. Вот нашли. Вот мы сделали эту работу. И все. И можно возвращаться обратно к любым вещам, ради которых мы начали стартап. К кодированию, к занятию, к занятию продакт менеджментом, рисовать интерфейсы, работать с юзерами, общаться с фанатами сервиса. И вообще все те вещи, которые делают стартапы стоящими того, чтобы их делать. Вот. И здесь, здесь закрабливается как бы, как бы вторая вот вилка этих тесок. То есть, с одной стороны, на фаундеров каждый месяц давит, что прогресса нет, прогресса нет, нет людей, надо больше людей, больше людей, надо больше всего. Вот. А с другой стороны, вот все. Вот мы прошли, сделали титаническую работу как бы первых месяцев рекрутинга. Мы как бы закрасили первые квадратики на нашей таблице вот первыми людьми. То есть, мы доняли первые два-три человека. Вот. И все. И вот, блин, конечно, ну все. Ну вот это мы сделали. Проблема решена. Полный вперед, так сказать, двигатель на полную мощь. Поехали. Вот. Проблема, разумеется, состоит в том, что фаундеры без опыта и даже там с некоторым опытом очень тяжело определить в этом потоке. То есть, грубо говоря, пашу алкоголика вы быстро определите. Но вот разница между Strong May Be, который просто ищет хорошую стабильную работу, и именно материалом для раннего стартапа, именно таким как бы smart and get things done, то есть умный и как бы заканчивает вещи, которые он начал, вот, то вы на уровне интервью не можете это определить. Это просто не видно на уровне интервью. Единственный способ это определить, это поработать с человеком месяц, грубо говоря. Ну, то есть так. Может быть, две недели, но реально месяц. То есть, вот просто посмотреть. Вот он пришел, взял на себя какие-то проекты, что-то начать делать, и дальше вы смотрите на весь спектр. А как он это сделал? А с каким качеством? А заметил ли он сам все те проблемы, которые вы сами не заметили, и он просто как мышка ждет, пока эти проблемы ему кто-то укажет или даст указания, или он просто сам, как self-starter, все эти проблемы сам решил, вас не беспокоил, и просто к вам пришел и сказал, да, вот я заметил здесь 1, 2, 3, я это все уже зафиксил, но это вот требует таких-то и таких-то там соображений в нашей будущей базе данных. Вот. То есть вот этот вот флаг self-starter, который может сам брать на себя ответственность, сам на себя брать решение, и который как бы прекрасно понимает, что в стартапе ты не можешь ждать инструкции, ты не можешь ждать, пока, так сказать, папа все тебе по палочкам разложить. Надо двигаться вперед с максимальной скоростью. То вот, как одна из пословиц Силиконовой долины, что люди делятся на две категории. Есть люди, которые хотят построить великие компании, а есть люди, которые хотят работать на великую компанию. Вот. И психология этих людей абсолютно различная. То есть это просто разный тип людей. Вот. Именно поэтому как раз, что, так сказать, достаточно часто юморитически как бы обыгрывалось во многих блогах, что люди, которые выходят из Микрософта, из Гугла, они очень посредственные фаундеры стартапов. То есть практически как бы большинство людей, которые вышли из этих огромных корпораций, обычно они так более или менее проваливаются в стартапах, если они делают сами. Они великолепно выступают, если они присоединяются к какому-то стартапу на более поздней стадии. Вот. Но когда они на ранних ролях, то вот они оказываются в таком вакууме, что нет вот всех этих систем поддержки, к которым они привыкли как к воздуху. То есть вот что все вокруг них, кто-то занимается всякой мелкой фигней, которая позволяла им концентрироваться только на одной вещи внутри этой огромной корпорации. Вот. А как они оказываются в этом таком self-starter environment, то они просто как рыба на воздухе. Они, так сказать, они абсолютно не в своей тарелке. Вот. Поэтому тип людей, которые надо нанимать на стартапах в ранних стадиях, он крайне специфичен. И не имея опыта стартапов, фаундеры, они чаще всего даже не понимают, по каким параметрам это, собственно, их нанимать. То есть они, так сказать, чаще всего фаундеры делают просто классическую ошибку. Они нанимают людей, которые больше всего похожи на них сами. То есть просто вот такое, так сказать, клонирование по чекованием, что абсолютно смертельно, ибо зачем в маленьком стартапе иметь вторую копию самого себя. Во-первых, надо иметь людей, у которых скиллы совершенно другие, чем твои. Разумеется, это тут же вызывает проблему, что тогда ты не понимаешь, как отделять хорошее от плохого, как ты, как отделять хорошего кандидата от плохого, если, что инженер понимает в маркетинге, что, так сказать, маркетинг профессионал будет понимать в каком-нибудь техническом гросс-хайкинге и так далее. Вот. И мы приходим к ситуации, то есть как наши тиски как бы заклинивают на бедном горле стартап-фаундеров, что у них очень сильный байас убедить самих себя, что их самые первые интервью они прошли великолепно. Вот. И если есть какие-то тени на солнце, если есть какие-то вот там, ну вот он не совсем идеальный, вот он классный, но вот он там 80% от классного, 20% не хватает. Ну это ладно, это фигня. Я буду за ним лично следить как фаундер, я вот буду за ним лично подправлять. То есть мне так не хочется возвращаться обратно в рекрутинг, мне так не хочется смотреть на следующую сотню резюме. И более того, мне так не хочется расстраивать этих людей, вот мы их уже проинтервьюировали, месяц поработали, вот они такие замечательные, вот. Ну вот они вот на вот там 80% подходят, на 20% совсем не подходят, вот. И вот у фаундеров есть вот такой очень сильный как бы ментальный, так сказать, ментальная сила, которая постоянно пытается их убедить, оставь этих людей, мы вот их чуть-чуть зафиксаем, мы вот, это фигня, я вот за ними буду присматривать или, так сказать, я буду их ментарить и так далее. Вот. Разумеется, все это наивный детский бред, то есть вы наняли там первых двух, трех, пять, потом вы наняли следующие пять, потом уже людей начинают нанимать люди, которые вы наняли, вот. И как, опять-таки, говорил Стив Джобс, как бы A hires A, B hires C, and как бы C hires, так сказать, совершенный отстой. Вот. То есть игроки уровня класса A, так сказать, они нанимают таких же игроков, как они сами. Вот. Посредственные игроки нанимают игроков еще хуже, а самые худшие игроки вообще там уже непонятно, что они нанимают родственников. И, так сказать, все, и уже все совсем плохо. Вот. Поэтому как только вы допустили игрока уровня B в свою команду, вот, это именно как, так сказать, в современной терминологии заражение вирусом. Вы допустили вирус в такое раннее молодое тело своей компании, вот, который постепенно, так сказать, будет отравляться. Один, это уже плохо. Если их будет двое, то это значит, что они, как бы, вдвоем уже практически как Team Tag, как бы, то есть тогда вы даже не будете видеть, что их хайры какие-то плохие, потому что вот Вася нанимает B players, и Петя нанимает B players. И вам кажется, а вот, ну, оба department вроде нанимают на одинаковом уровне. Наверное, это и есть натуральный уровень маркета. То есть A players вы просто не видите, потому что A players приходят к вам на интервью, смотрят на Васю, смотрят на Петю и уходят работать в соседний стартап. Именно, как бы, с лузерами им не хочется работать. Вот, поэтому, как бы, рекрутинг это первый огромный тест, как бы, воли и целеустремленности фаундеров, потому что все, что происходило до рекрутинга, было безумно легко. От вас не требовалось никаких тяжелых решений. Рекрутинг — это первое место в жизни стартапа, где от вас будет требоваться крайне жестокие и тяжелые решения. Вот, и как это, так сказать, как бы не странно звучит, в некотором роде здесь вам придется быть намного таким, намного таким менее коллаборативным, nice, так сказать, приятным, как бы, фаундером, которым вам, конечно, как бы надо быть для своей команды. То есть, как бы, команда стартапа — это как семья, там, как бы, нету секретов, это все в одной лодке, и это просто там band of brothers. Вот, то есть, потому что без этой, как бы, взаимодоверия и взаимопомощи, взаимовыручки у вас абсолютно нет никаких шансов. То есть, все остальное настроено, как бы, против вас. Вот, и безумие этой ситуации состоит в том, что вот, несмотря на то, что вам надо культивировать все эти, как бы, отношения в команде, вот, к сожалению, без вариантов, скорее всего, это вам, грубо говоря, там, вот, вот прошел месяц, вы, скажем, там, вот один действительно оказался A-плеер, а вот остальные два оказались B-плееры. Вот, и, к сожалению, знаете, вы их выводите на улицу, как бы, как бы, имеете с ними разговор, говорите их Termination Day, который, скорее всего, там, завтра или конец недели, вот, и возвращаетесь обратно к своей любимой базе резюме, потому что других выборов у вас нету, вы не можете заражать свой ранний стартап вирусом B-level players. Вот, и они-то, может быть, неплохие люди, то есть они, может быть, очень сильные профессионалы, просто это чисто вот ментальный штик, что они, может быть, более привыкли работать к такой структурированной ответственной работе в больших компаниях, где дядя-босс укажет на все возможные проблемы, вот, они эти проблемы решат, отрепортуют дядю-боссу, что они их сделали, вот, но в их домейн как бы не входит вот такой, как бы, открытый, open-minded, как бы, сканер и, как бы, флаг селф-стартинга, что, грубо говоря, на, там, 80% они сами себе босс. Вы не можете ментарить, у вас просто нет такой капасти, у вас, как у фаундера, ты скажешь, у вас и так загрузка на 300% своего времени, у вас, вы нанимаете этих людей, чтобы ваша личная скиллабилити увеличилась, то есть, если вы начинаете всех ментарить и всех менеджерить, то ваша личная скиллабилити, она, разумеется, падает, то есть, вы загоняете самого, самого себя в яму, вот, единственный выход из этой ямы, это именно нанимать, как ранних имплоев, именно таких, как бы, селф-стартинг, как бы, смарт, get things done людей, но при этом надо быть сто, как бы, сто один процент честным сами с собой, кого вы наняли и как эти люди выглядят через, там, месяц, два месяца работы, вот, и здесь нету легкого ответа, то есть, ответ состоит в том, что, да, вы их просто выводите, ну, по сути, так сказать, говоря на военной терминологии, расстреливаете перед строем, ну, вы, конечно, делаете очень вежливо и аккуратно и объясняете, ну, вот, ребята, извините, вы не подходите по культуре в наш стартап, вот, мы благодарны вам за месяц, дадим вам рекомендацию, вот, и мы пошлем ваше резюме, так сказать, чтобы вам помочь во все, так сказать, job, как бы, во все job-форумы инкубаторов, в которых мы состоим. Вот, вот вам, кстати, и ответ, откуда Петя алкоголик и во всех этих job-форумах появляются, а вот предыдущие фаундеры как раз их туда и послали, потому что они были добрыми и хотели вот с Петей мирно расстаться, что абсолютно правильный жест, но вот просто имейте в виду, какими резюме эти все job-форумы заполнены. Вот, и после этого вы возвращаетесь и начинаете процесс снова, и так вы повторяете и повторяете, так сказать, вот, кто-то нанимается с первого раза, это редкость, а может быть, на какие-то позиции вы попробовали одного, попробовали двух, попробовали троих, вот, и может быть, только пятый человек окажется как бы A-плеером. Вот. Значит, умные слушатели здесь, конечно, как бы уже заметят противоречие, что типа, ну, блин, Макс, с одной стороны, вот ты говоришь, что надо двигаться быстрее, надо двигаться с максимальной скоростью, с другой стороны, мы как бы не пишем никакого кода, потому что мы, ну, или пишем его очень мало, потому что мы 80% времени занимаемся рекрутингом, мы этих людей нанимаем, они что-то делают, мы их выгоняем, нанимаем следующих, вот, и ищем, 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 вот, а как бы ВОЗ и ныне там, то есть паровоз стоит на месте, все двигается очень медленно, и, так сказать, тогда вот так может пройти шесть месяцев, так может пройти год, а у нас какой-то вот, ну, прогресс так себе, потому что мы занимались рекрутингом. Вот, значит, поздравляю, вы, вы заметили самое главное противоречие стартапов ранней стадии, то есть именно это одна там, этих точек несколько, но вот это одна из главных точек, где мальчики будут отделены от мужчин, где, так сказать, реальные, так сказать, реальные зубры станут зубрами, а туристы, так сказать, отправятся обратно, что, как бы, вам надо каким-то образом сделать невозможное, вам каким-то образом надо и двигать продукт вперед с хорошей скоростью, и заниматься этим рекрутингом, и не отравить все будущее собственной компании вот этими вот ранними хайрами. Вот, откровенно говоря, паттерн, который часто случается, и, так сказать, я бы сказал, что этот паттерн, скорее, стандарт силиконовой долины, вот, то есть, скажем так, по-хорошему не бывает практически никогда, то есть бывают два варианта, бывает вариант по-плохому, или бывает вариант так по-плохому, что люди настолько, это людей настолько выбешивает, что потом по рассказам этих людей пишут книги и снимают голливудский блокбастер «Какой Зукенберг плохой человек, который уволил всех своих кофаундеров?» Вот, то есть у вас, грубо говоря, так сказать, вариантов только либо легкий Зукенберг, либо тяжелый Зукенберг. Вот, а вариант состоит в том, что, да, вы нанимаете, как бы, кто есть, чтобы двигаться быстрее, вот, и там к вам в компанию приходит что-то, что напоминающее вот этот вот Star Wars Contina, то есть вот этот вот бар из звездных, из первых звездных войн, что там какие-то мохнатые стоят, волосатые стоят, то есть какой-то полный зверинец, что какие-то румейты, родственники, черт знает что. Вот, этих всех людей используют там несколько месяцев, полгода, вот, после чего Зукенберг их жестко пинком назад выгоняет, забирает у них всех сток, которые он им давал, вот, и заменяет их на людей чуть-чуть получше. Вот, потом, соответственно, может быть, уже через год, может быть, чуть-чуть со стоком выгоняются эти люди, их заменяются на людей еще получше. Вот, после этого Зукенберг получает репутацию совершенно нехорошего человека и вообще редиски, но он строит компанию мирового уровня. Именно по той причине, что он никогда не позволил вот этим вот, то есть я бы сказал, что он начинал не то, что не с B-плееров, а он скорее начинал с C-плееров. Вот, но поскольку он так жестко их, как бы, ну и, как бы, не следует забывать, что все-таки Шон Паркер был его, как бы, мощнейшим адвайзером, а Шон Паркер это вот был, так сказать, тогда, в те годы, один из немногих, как бы, имеющихся топ-терменторов Силиконовой долины, поэтому, я думаю, Шон Паркер здесь очень заслуживает, как бы, огромное количество комплиментов за то, что он именно, как бы сказать, на правил Зукенберга, что именно надо делать, вот, и с какой степенью строгости, вот, а Зукенбергу надо дать комплименты, что в отличие от большинства фаундеров, он таки Шон Паркера слушал, вот, и да, он в конце истории, он получил все эти, как бы, как бы, судебные процессы, вот, но он не отравил свою собственную компанию. Вот, и, да, что происходит в реальной жизни, что происходит такой вот, как бы, ресайклинг просто по уровням, как слоя дерева, найма имплоев, что, вот, после инкубатора вы нанимаете то, что можно, вот, и самые лучшие компании, они, как бы, ресайклуют эти слои, вот, соответственно, либо эти имплоя, они очень резко растут над своим уровнем в течение этих первых шести месяцев года, и такое тоже происходит, такое бывает, то есть, особенно с молодыми людьми, они могут, как бы, в процессе боя очень быстро обучиться и стать намного лучше, чем они были, вот, это не исключено, просто не рассчитывайте на это, как на правило, это, скорее, исключение, вот, а в целом, просто фаундеры, они, так сказать, умные и дисциплинированные фаундеры, они ведут себя жестоко, и они всегда, как бы, во главу угла ставят качество своей компании, лонг-терм здоровья своей компании, вот, и просто они всеми силами не допускают того, чтобы компания была заряжена, заряжена вот этим вирусом B-level players, C-level players, вот, то есть, они хотят, чтобы это все было апгрейднуто только на A-level players, особенно по самым главным направлениям, то есть, технология, маркетинг, сейлс, ресерч и так далее, в зависимости от профиля вашей компании, вот, вот, значит, вкратце содержание, как бы, этой старой статьи, которая, так сказать, достаточно, я думаю, она будет вечно верна, так сказать, до тех пор, пока люди будут нанимать в ранние стартапы, и это динамика вот этих тисков, которые будут постоянно, как бы, душить вам горло, что надо двигаться вперед быстрее, 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 и надо нанимать быстрее, 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 а качество раннего потока резюме, оно, так сказать, ниже, ниже плинтуса, вот, и это и есть тест вас, как стартап-фаундера, как вы, как вы справитесь с этим вызовом, как вы справитесь, каких людей вы привлечете, сумеете ли вы их уговорить остаться именно у вас, а не, ну, так сказать, тысячи ваших соседей по сотне инкубаторов, вот, какого уровня профессионалов вы привлечете, и вот именно здесь это вот один из первых фильтров, где вот эта вот разовощокая молодежь, выходящая из инкубаторов, она уже начинает разделяться на реальные стартапы, вот, и, ну, и просто флав, который, так сказать, там, так сказать, там через несколько лет перестанет существовать и иметь какое-то значение, так сказать, и, так сказать, даже в самых лучших инкубаторах, вот, я сейчас уже забываю, но вот, так сказать, постоянно шли какие-то, так сказать, в каждом инкубаторе постоянно идут какие-то такие, как бы, волны каких-то трендов, вот, а потом, разумеется, через несколько лет все эти, так сказать, волны, они сходят в полный ноль, вот, потому что там именно как пишет, как бы, Венкатэш Рао, это были просто, так сказать, такой молодежный хастлинг, которые показывали огромную энергию, но ничего сложного, как бы, они, как бы, не делали, вот, и, так сказать, такие волны, они, так сказать, сходят в полный ноль, потому что реальная дифференциация, она состояла именно в том, что эти фаундеры будут делать после инкубатора, вот, вот это, повторю, это суммаризация старой статьи, которая называлась, Early Stage Recruiting на Huffington Post, вот, вы можете ее прочитать на английском, вот, а это был выпуск бункера рептилоидов Силиконовой долины, вот, задавайте вопросы в комментах и, как бы, придумывайте, на какие темы вы хотели бы послушать следующие эпизоды. Всем привет, до связи.